Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще и Сигмэр Цивилизейшн 6 в частности. Вы видите и слышите Алексея Хролецкого. И я продолжаю на последнем уровне сложности, на божестве, проходить за Японию эту замечательную игру. Если вы честно пропустили начало, то первая серия в плейлисте, ссылка на которой в описании и в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала, ну а спонсоры канала всей серии видят сразу большое спасибо им за поддержку. Так, наверное не буду свою рожу убирать, пока тут миникарта мне кажется не особо важна, но свое возмущение тем, что я закрываю какую-то важную инфу, конечно же, вы можете как всегда в комментариях написать, но я скорее всего ее, ваш комментарий проигнорирую, спасибо. Так, значит, я подумал, вот мы закончили прошлую серию над тем, что делать. Во-первых, я решил, что куплю скорее торговца, а не поселенца пока. Вот, я отправлю из какого-нибудь города, просто только из Киота или из Синдайпа, что-то я посмотрел. Ну, это же способность все-таки нашего лидера. Будет дополнительно две деньги, одна наука и одна культура. Все-таки на данный момент это неплохой, неплохая прибавка. Вот, просто я думаю, все-таки, наверное, из Синдай надо, хочется из Киота, но из Синдая спокойнее, так сказать. Так, я дочитал проектик, да? А, нет, я сейчас думаю, кстати, выбирать проект или что-то строить. Проект на Великого Пророка имею в виду. Тут, скорее всего, нам надо отходить будет. Нет, думаю, убьются все равно, если я не отойду, тут точно надо отойти. Блин, или все-таки из Киота... Ну, просто я вышел из Киота, вот как-то так побежит, понимаете, караван. И тогда его точно разграбят. Тут, как минимум, три юнита, и этот еще четвертый. Ладно, если пока тут походим. О, еще руинка. Причем меня тут явно не убьют. Тринадцать веры. Ну, такое. Так, тут, наверное, на помощь пойдем. Блин, все-таки... Все-таки, может, лучше я в Киота куплю... По следующим ходам появятся жители. Только тогда я смогу купить посело. Поведу его сюда. Ставить. Просто куплю. Здесь пока не буду на поселенцы. Я поставлю на строителей. И тут не на юниты. Хочу здесь строителя построить. Чтобы пойти вырубить тут лес и тут лес. И тут обработать вино. А этим я ускорю проект. Либо постройку... Через четыре хода поменяю карточку на поселенца как раз. Да, кстати, мы уже в Золотой век точно выходим. Что не может не радовать. Наверное, давайте ГГшку встретим. Первым встретил, кстати. Так, ну тут снизу никого не будет. Так, я уйду, чтобы вот эта фигня меня не обстреливала. Что он хочет? Правительственную площадь. Ну, кстати. Кстати. Так. А... Забыл, что Лавента дает гигантские головы, да? А Канди дает реликвии при нахождении чудес. Но мы уже два чуда еще до нахождения Канди нашли. То есть еще четыре чуда где-то. То есть я не думаю, что прям так важно Канди союзить. Ну, хотя четыре реликвии... Это четыре реликвии, да? Кстати, вот где нам... Надо подумать, где нам правительственную площадь еще делать. Кстати, выглядит, что скорее всего вот здесь. Камень я буду вырубать, скорее всего. Тут просто лошади мешаются, чтобы... Ну, еще можно где-то здесь, пока тебе подумать. А, ну, я бы лучше подумал еще. Ну, у кого он рабочего? Неужели у Феса спер рабочего? Ну, он не должен меня атаковать, иначе он сдохнет, я думаю. А вот я его проатакую. Так, четыре хода до конца древнего мира. Блин, вот тут страшно. Пока. Так. Блин, выйти обработать? Он же встанет и разграбит его. Просто не хочется обрабатывать, чтобы не терять. Ну, мне все равно надо выйти, чтобы купить поселенца. Как бы то ни было. Катя не пи... Ну, мне не написал, чтобы я могу его вернуть. Что-то вообще рабочий... Какого-то... Какой-то гэш, кто-нибудь не встретил. Ну, Катя Корея очень далеко. От меня. Вообще, можно спокойно расселяться. Так. Думаю, отходить мне или нет. Наверное, отойду все-таки. Тут же у нас холм. Он, наверное, не может меня атаковать, если он подойдет. Блин. Так. Ну, я думаю, там никто не будет нас ловить. Так, слушайте, у нас обработка бронзы. Следующим ходом открывайте. Давайте мы на всякий случай сюда кампус поставим. Потому что, знаете, бывает такое в цели. Что внезапно появляется железо. Так, теперь будем достраивать работника. Так, я, пожалуй, про атаку не должна не вдвоем убивать прачника на холме. Этого подойду, чтобы тут зона контроля была. Будем надеяться, что он тоже не будет атаковать прачника. Здесь тоже на помощь идем. И этих ведем сюда полечиться. Так, вот, пожалуй, пока обратно верну. Блин, тут вообще никак не пройти. Обалдеть. Конечно, так вот закрыто. То есть, пока я плавать не умею, пройти невозможно будет туда. Всячие сады посмотри. Ну ладно, тут будем исследовать тогда. Пес объявил войну Канди, Сиджон. Так, кореец решил Канди брать. Ну, вот видите, он даже одним только проатаковал. Так, железо. О! Реально здесь железо. Причем оно считается уже, видите, добывается мною. Так, это вот надо четко про... А где-то еще один? Ага, здесь. Вот здесь как-то нормально. Здесь получается, что куда-то вот сюда, например, можно промышленную зону тогда бахнуть, предположим. Персия объявила войну Кореи. Там где-то у корейца рядом перс, поэтому Канди объявил войну. Все не просто так. Так. Вот этого я хочу так убить. И этого я, наверное, еще проатак... Не должен убивать, опять же. О, еще и повышение, тем более. Отлично. Так, этим мы идем вырубать сюда лесок. Поле каждый колосок. Пока... Хотя, давайте мы пока молитвы в священном месте, а не кампус. Ну, следующим ходом я поставлю карточку на поселенцы и, наверное, в Токио поселенцы сделаю. На всяком случае, мне так хочется. Ну, не должно тут быть варваров никаких. А вот город я поставлю. Так, наверное, не буду пока чай обрабатывать. Он вернется, просто его разграбит. Зачем мне это надо? Только потратим заряд. Тем более, у нас счастье пока есть. А, зачем? Заглядывай. У меня вот написано. Три счастья. Нет, подожди, это жилье, наверное. Это жилье. А счастье где-нибудь пишется? Довольство плюс два. Не пишется, кстати. Не до конца. Quick User Interface доделан. Хотелось бы, чтобы еще и счастье писалось. Так, куда мы дальше и пойдем? Обработку... Так, ну вообще, я бы в гавани хотел. Но для этого мне надо где-то два морских ресурса, чтобы было возможно обработать. К сожалению, вот янтарь и краб, например. Да, но они далековато. Тут бы на самом деле город какой-то поставить еще. Раз, два, три. Наверное, вот сюда на пустыню. Конечно, четыре клетки, но... Не, наверное, все-таки сюда буду ставить. Сюда. Ну, кстати, вот я буду устроить поселенство. Наверное, сюда его и поведу. Ну, наверное, давайте пока открывать мореходство. Давайте подумаем. Каменная кладка пока не нужна. Я не буду стены строить. Тут тоже ничего не буду строить. Давайте только мореходство и в навигацию по звездам. Прям вот так пойдем. О, могу железо. Хотя у него нечего купить вообще. Не, похоже, нечего. За десять монет. Ну, я подумал. Кать, давайте с ним дружбу объявим. Делегацию не хочу пока отправлять. Ну, просто не хочу деньги тратить. Я лучше все-таки, наверное, на караван потрачу. Ну, что, должен проатаковать, но я вылечусь. Он не должен убивать. Он даже не атакует. Блин, лучники пошли. Так, а вот это мне уже не нравится, пожалуй. Я бы отходил. Может, лучников открывать. Но, блин, для этого мне надо сначала прачников побольше построить. Вот так встану. Так, вот сейчас, наверное, можно уже обработать чай. Так, и вот теперь, собственно, тут сменяем... Сменяем на поселенца карточку. Пока против варваров оставляем. Дальше исследуем политическую философию. И тут ставим, в общем-то, поселенцев. Так, а магнуса прокачиваем на то, чтобы в городе не снижалось количество жителей при создании поселенца. Прокачал? Что-то я не понял. Да. Отлично. Так, тут я хотел сразу начать кампус строить. Сначала обработаем железо. Так, тут лечимся. Тут. Давайте, наверное, знаете, как вот так сделаем. Сюда выйду, а скаута внутрь запихну. Плюс еще при помощи магнуса тут вырубка будет больше приносить нам. Тем более, у нас-то еще по таймингу получается как раз вырубка, когда магнус прибудет в город. Так, в ногой у нас монумент. Я являюсь Абрахам Линкольн. Абрахам Линкольн. Не желайте. А что мы с ним встретились? Они с Персией. Я думал, Персией сначала будет. А откуда он пришел? Кто-нибудь видит? Он, наверное, засоюзил какую-то... А вот и античность. Так, магнус прибыл в Токио. Вырубаем лес под ним. Два хода. Апаем прачника. Видите, они не могут его договаривать, потому что тут холм и тут холм. Им надо сначала зайти сюда на холм. Хотя бы. Так, лечимся. Лечимся. Добываем железяку. Наверное, мы... Блин, а может везти куда-нибудь сюда? Сразу пытаться... Вот если я приду сюда гору, чтобы сразу обработать эти клетки. Потому что я этим хочу еще вырубить лес. И последним... Последним этим пойти тут. Что-нибудь сделать. Так, давайте я вот сюда встану. Пусть атакуют скаута. Так, а где мы встретили, интересно? Где-то тут. Приплыл, что ли? Так, что ж нам взять? Может, покупки из... У меня пока веры как-то маловато. А может, исход евангелистов? Чтобы мне не читать проекта, быстрее просто получить великого пророка? Ну, веры у меня мало, чтобы монументальность брать. Вольнодумство плюс 10% к озарению. И бонус за средство центра коммерции гавани. Ну, не в этом... Не в этом веке. Я еще гавани не факт, что построю. Культура за каждый специализированный район. Ну, у меня пока районов... Ну, будет еще кампус, например. У меня пока один еще кампус. Да, походу, исход евангелистов надо брать. Ну, и за веру, или за золото. Хотя, может, за золото, Катя, выгодно. То есть, веры-то у меня мало, но золото я вроде... Могу железо продать. Редкие ресурсы не могу. А, я могу ртуть по Авраама Линкольна купить. Но я бы пока не покупал, наверное. У меня довольство и так плюс 4. Блин, надо подумать, какой золотой век брать. Блин, расцветка у Кореи, как у Норвегии. Так, я путаю. Так, потихоньку пойдем в навигацию по звездам. Так, вот чисто производство. Блин, монументальность или... Ну, я пока единственный, да, который накапливает. И два хода молитвы священными. Но я пока поселенцы сейчас точно буду строить. Потом молитвы. Блин, мне с другой стороны жалко, на самом деле, исход евангелистов брать. Потому что, ну, я получу пророка. Но я его и так получу. А вот это мне остальное... Ладно, мне кажется, все-таки монументальность. Буду за золото покупать. Мне кажется, правильнее тут именно, что монументальность. Так, ну и тут пока не меняю. Железо можно продавать, конечно. Еще раз глянем. Четыре-три-два-один. Ну, давайте приму. И вот сколько теперь стоит? Триста пятнадцать. Спасибо. Но он будет дороже, потому что я этот дострою. Будет дороже стоить. Ну, это хорошо, кстати, что они на... Блин, а вот тут киоты, случайно, варварами не возьмут. Вообще. А то выглядит как могут. Блин, и сюда опасно идти, потому что... Заберут рабочего. Блин, мне, короче, надо ставить карточку и юниты строить, на самом деле. Меня тут... С этими напрягают не... Не другие цивилизации, а... Варвары, блин. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, ну то, что он обстреливает дуболомы, меня очень даже устраивает. Так, я все-таки, наверное, на пустыню поставлю. Так, тут мы закончим. И мы закончим проект. Это карточку на... Нет, давайте мы два хода постоим. Нет, не постоим, точнее, мы сделаем плантацию сначала. Вот так. Потом подождем, когда сами молитвы в священном месте сделаются, и... Так, давайте-ка мы реально скаута проатакуем. Вон там не лез никуда. И потом будем вырубать на... Поменяю карточку на строительство юнитов. И буду вырубать под них уже. Так, стоим, хайя обстреливает. Блин, а он не убьет случайно? Он сейчас вылечится каким-то немножко. Немножко. Блин. Реально варвары летуют, слушайте. Просто... Просто жахненьки. Это... О, не убил. Нет, слушайте, нормально стоит. Он против двух лучников нормально стоит. У него топиофины, что ли, еще? Нет, просто плюс семь. Ну, тоже нормально. И он вылечивается, и двумя лучниками не убивается. Нормально. Так, этого мы можем убить. Здорово. Так, тут стоим один ход. Идем сюда. Нет, пока все путем. Абраму Линкольну вино можем продать. И железо можем обоим продать. Так, смотрите, а сколько он за редкий ресурс даст? 24, 20 вход. Отлично. Так, сколько поселенец стоит? 375. Нужно насобирать. Ну, я сейчас... Я сейчас сначала... Вот эти две клетки мне надо выкупить. Что я, когда я поставлю город, выкуплю эти две клетки, сразу обработаю. Так, стоим. А сколько, кстати, до... 13... 13 опыта. Не знаю, не хочу я ему железо... Они мало дают за него. А получат, мне кажется, много. Я не знаю, с кем-нибудь там может воюют, с кем-нибудь. Ну, точнее, Корея, мы точно знаем, что с кем-то воюют. А так не хочу спонсировать. Войны. Ой, блин, опасная торнадо. Так, открыли политическую философию. Но он берется, наверное, олигархию брать. Можно потом будет в античную республику переключиться. Так, 50% на строительство юнитов. И... 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 На стоимость клеток. Потому что я сейчас буду... Вот тут клетки надо будет выкупать. Так, дальше мы пойдем, давайте... Военную традицию нашу. Вот бонус за атаку с фланга был. Здесь в очередь как минимум два прачника. А, я не могу здесь лес вырубить, когда... Когда улучшение уже есть. Черт. Так, и надо было подождать два хода. Ну, а с другой стороны, я вино так нормально продал. Линкольну. Так что я бы не сказал, что прям... Зря. Так, тогда что этим идти? Тут мы обработаем потом вино. Этим мы краба обработаем. Тут у нас... Так, тут надо убрать... Так, пускай обстреливают луч этого скаута. Тоже не должны убивать два лучника. Так. Блин, ну я не вижу смысла сюда рудник вставить, потому что город пока... Хотя, когда он вырастет... Я бы лучше на самом деле вино тогда обработал. Тем более у нас карточка на то, чтобы меньше стоимость клеток была. Так что да. Эту куплю обработаю. Может, еще кому вино продадим. Так, а буря у нас около Нагои. Ну, надеюсь... А, вот где. Кстати, Авраам и Линкольн. Так. Куда встану? Лечиться буду. Смотрим, как по скауту... Блин, больно. Придется отступать. Не, но я тут ничего не меняю, потому что кавалерию я не буду строить. Это чисто для того, чтобы бонус за атаку с фланга был у юнитов. Отойду сюда. Блин, ну я боюсь высовываться. Убьют. Кстати, а вот сейчас я могу убрать покупку клеток за деньги сегодня, потому что мне пока ничего не надо будет покупать. Вдер, что я по звездам открыл. Слушайте, а можно здесь как раз с гавани начать, потому что... Ну, считайте, монумент нету смысла строить, потому что я уже купил клетки. А... Я, наверное, с гавани начну прям сразу. Потому что плюс пять. Плюс пять. Это плюс пять. Так, не крути. Куда он, кстати, движется? На восток. Ну, типа туда. Кстати, реально туда движется. Иногда тут пишется совершенно не то, куда он движется. В Осаке. А, ну потому что мы в пустыне посадили. Думаю, что вдруг там... Засуха началась. Блин, тут неудачно меня эти осаждают. Я не могу выйти прачниками. А мне бы открыть стрельбу из лука, для того, чтобы ее открыть, надо убить кого-то прачниками. Они не хотят заходить. Питры и варвары. Блин. Видимо, надо в эту сторону обходить тогда. Так, дальше пока пойдем в игры и развлечения, я думаю. Так, вот тут стоимость клеток надо убрать. Из них просто производство поставим. Ну, заходите. Блин. Что это за... Что они тут делают? Почему не нападают? Непонятно. Так, теперь мне нужны как раз деньги для покупки поселенца. 375. Следующим ходом будет. Ну, надо в эту сторону уже ставить города. Тут, мне кажется, я все, ну, как бы поставил, хотя хочется еще в сторону Кореи. Но мне сейчас... Я, наверное, сейчас просто реально тупо поведу вот прям сюда, чтобы вот этот город... Чтобы вот этот лагерь варваров не превратился в город. Дайте мне спросить, то есть... Блин, третье чудо нашел. Наземные боевые юниты, прошедшие рядом с горой Маттерхорн, игнорируют холмы до конца игры и получают плюс-трик боевым еще на холмах. Блин. Маттерхорн и... Дорога гигантов в одной игре. Еще и рядом так. Прикол. Так. Монумент в Киото. Ну, наверное, сразу гавань. Блин, или кампус. Ну, кампус тут негде. Просто негде. Плюс один. Надо будет кампус где-нибудь вот здесь ставить, рядом с гаванью, видимо. Кстати, так и есть. Тогда мы кампус поставим. Поэтому гавань. Надо, конечно, вырубать камень. Хотелось бы под Магнусом это делать. Но вряд ли получится. Да, блин, здесь-то контролирует. Контролирует, что я не могу выйти. Просто не могу выйти. Так, покупаем. Поселенца. Скаутом вместе с ним пойдем. Блин, просто осада. Просто осада. То измена, то засада. А то просто сбадуна. У меня уже 8 юнитов. Нормально. Ну, знаете что? Я открою стрельбу из лука без ускорения. Мне надо апнуть мои прачников. Иначе я просто тут не могу ничего сделать. К сожалению, придется без ускорения вот так открывать. Я не буду атаковать, раз он там в защите стоит. Так, а давайте тут сходим, посмотрим, что у нас. Все равно этот скаут ничего не добавляет к силе города. Гавань, священное место на плюс 2. Давайте, наверное, торговца. Или амбар. Слушайте, тут жилья нету, амбар давайте. Внутри вход. Это мало за железо. Я бы второй чай обработать, я его тоже мог продать. Так, сначала вот этого проапгрейдим. Он просто с прокачкой, да и он как раз атаковать будет. А эти чуть позже подойдут. Так. Мне надо либо на этой клетке ставить, либо на этой. Давайте считать, если тут раз, два, три. Еще сюда влезет, раз, два, три. Наверное, все-таки на этой надо. Прямо прямой наводкой сюда идем. Я прям объединю их. И просто на автомате хай туда прется потихонечку. Так, здесь монумент завершен. Наверное, все-таки рабочего сначала. Нам и лошадей надо обработать. А, вот эти рис для японцев. Наконец-то суши сможем. Надо рис и рыбу обработать и суши будем делать. В четвертой циве. Как раз если у вас есть рис и рыба, можно корпорацию на суши. Там что-то суши лимитед, что ли, называется. Такая вот. Жалко, нету. Вот почему они тему с корпорациями никак дальше не пушили. Ни в каких следующих. Так, ну давайте, наверное, каменную кладку пока. А, вы видите, здесь ромашка уже не получится, из-за того, что там железо есть. А он меня обстреливать не может, что тут холм. А вот этот сможет меня обстрелить, поэтому мы этого прачника сначала апаем. Будем друг в дружку пулять. Если можем выходить, он мне тут уже ничего не сделал. Сейчас этих приговорим тут всех. Блин, тут еще может быть до хрена руинок, между прочим. А с другой стороны, у меня тут будут постоянно варвары. Я что-то не буду города ставить в этой тундре. Так. Дальше, пожалуй, давайте обработку железа, чтобы в меч не капнуть. Что там? Пирамиды. Посмотри. Жалко, я хотел вот в этом городе, либо в этом, либо в этом, но... Конечно, возможности уже для этого не было. Так, подождите. У нас там никто на пророка? Нет, кроме меня никого. Девять ходов. А я дострою кампус и доделаю проект тогда. Игры и развлечения. Пока оставляю все как... Хотя может агоги убрать уже? Давайте, может, агоги уберем. Я точно пока юниты не буду строить. Снизим содержание. Так, отличненько тут пока получается. Правильно я открыл лучников и правильно... Ну, не ждал ускорения. Четыре города пострадало. О, четыре клетки, но это у феса. Это мне такое. Так, следующим ходом амбар уже будет и синдай сможет дальше расти. Что мы здесь открываем? Ну, чудо света мы точно не будем строить. А вот в теологию мы скоро пойдем. Поэтому давайте драму и поэзию... Ну, в теологию мы ускорим, потому что мы сейчас религию... Не сейчас ускоро... Будем основывать... Теоретические хроники ускорил двумя кампусами. Как я говорил, не хочу этот лагерь убивать. Пускай лучше город-государство появится. Так, тут нету ничего интересного. Блин, забыл про этого скаута, кстати. Блин, тут тоже хорошие места у корейца, между прочим. Доделаем. А, подожди, или я его доделывал уже? Восемь ходов. Блин, жалко на самом деле тратить туда. Так, а гавани требуется еще два жителя. Надо амбар делать. А поселение следующее стоит 430. 215 веры. Зато строителя можем. Но это мы, наверное, когда лян посадим, тогда лучше строителя покупать. Давайте амбар строить. Надо, чтобы Токио до 7 вырос, и нам и мы гавань могли сделать. Так, амбар в Синдай, это значит, что Синдай растет. Блин, может, здесь поселенцы просто... Блин, 10 ходов что-то долгое. Торговцы, давайте. Вот уже можно торговцы, потому что... разобрались тут с варварами. А что у меня плохое отношение ко мне у Авраама Линкольна? Непонятненько. Авраам Линкольн готов слоновую кость продать. 45. Так, что у меня, по счастью, тут плюс 2 довольства, плюс 3. Блин, наверное, стоит соглашаться. Я, пожалуй, соглашусь. Давайте вообще не платить ему вход. Просто одномомент на 83 и все. Просто это все... Ну, это же процент. Видите, плюс 10 процентов ко всем моему выхлопам. А у меня тут кампус неплохой на плюс 4. Так что я думаю, я правильно согласился. Так. Поправляем скауты... Скаутов исследовать дальше. Вот тут отходит серая крыца. Мы же уже убили всех. Он все ходит, неприкаянный. О, прикол. Так, а меня гипосписты тут не убьют? Одно око. Одноглазые циклопы, блин, из Греции основали свои коммуны пиратские. Так, торговый путь сделаем. Построить пастбищ. У меня до сих пор ни одного пастбища. Ну, тоже сделаем. Вот два хода. Тут, да, то, что пастбищ нет, то это прикольно до сих пор. Блин, а где же ромашку-то делать? Сам убился. Никакой пропаганды самоубийства. Это варвар просто ушли все. О, зинга. Так, а это... А, нет, я ее вставил. Я думаю, это случайно или нет. То есть, тут они все близко так. А Корея все еще... Ну, там, правда, не видно. Не, видно. С Персией воюют. То есть, где-то еще и Персия тусит. Так, а эта чувиха мне что-нибудь хочет? Во, как раз вино ей надо продать. Отлично. А купить ее нечего, да? Хорошо, а стратегических ресурсов она не хочет. Не, ну, это не серьезно. Мне жалко за такие деньги продавать им железо. Я лучше вон апнусь в мечника. С другой стороны, может, надо было копить на... Надо было накопить на поселенца. Я сейчас просто разграблю этот лагерь. Хотя он, по-моему, уменьшит тогда... Уменьшит его развитие. Ладно, этим лучником пойдем сюда. Надо эту лагерь убивать будет. О, есть еще руинка. Я так и знал. Так, дальше, наверное, пока в торговый путь пойдем. О, есть еще разграбление визуя. Надо вообще вот эту клетку было еще выкупить. Пока карточка стояла. Так, мы можем сейчас карточку поставить, кстати. Создание поселенцев вместо этого уменьшает стоимость покупки клеток. Пока не выходим. Не, ну это несерьезно, ребят. Какие-то... Жадобы какие-то предлагаете, блин. Правительственную площадь. Великого пророка. Так, кстати, а когда у нас там Великий пророк? Пять ходов. Ну, вроде никто не догоняет. Зато вот ученых, торговцев уже насобирали. Так, вот тут мы не выходим. Повторюсь, захватит он рабочего, у меня иначе. Военная подготовка, вдохновение. Это... Военный лагерь. О, Катя в тему. Это, кстати, в тему. Но мы пока в исторические хроники. У меня два неплохих кампуса. Нажда, будет карточку ставить на них, конечно. Так, тут просто уничтожаем клан. Образование продвинулись. А это что? За счет чего? Великого ученого. Кстати, тоже в тему. Уже там народ так на Великих ученых напал, что вряд ли мы бы его получили. Так, еда, еда. А надо до семи вырасти, понимаете, чтобы мы могли гавань построить. Пока... Так, давайте, наверное, святилище. Потому что мы с его помощью сможем миссионеров покупать и распространим нашу религию. Поселение с 430. Наверное, все-таки надо прекратить тратить деньги. Так, кампус по плюс одному. А я карточку поставил, да, на покупку клеток? Поставил. Тогда мы вот это выкупаем. Сколько я сказал, надо прекратить тратить деньги. Но этот... Но тут надо просто, извините. Это настолько крутая клетка. И ставим гавань. Это 5 производства, 2 науки, 3 культуры и пища. Это очень круто. Сам убился. Какие-то... Прямо это... Эти студентики все самоубиваются, да самоубиваются, блин. Так, в Токио отправляем. Блин, наверное, давайте... Знаете что? Давайте из... Из Осаки. Тут медленнее всего гавань строится. Так, я надеюсь... Не, вы знаете что? Я не буду полностью подходить. Если я сюда встану, то квадрилейма подойдет, обстреляет, а копье убьет. Не надо. Как видите, я могу уже разграбить просто. А, знаете что? Я зайду разграблю именно. Не уничтожу, а разграблю, чтобы посмотреть, насколько он потеряет 10 очков развития. Ну, 33 монетки. Это 33 монетки. Извините. Давайте перемещаться по лесам и джунглям, чтобы он вообще тут носился. Так, этого мечника, наверное, дома пока подержим. Так, а кто-то там хотел пасб... Стоп, деньги, деньги отменяем. Меняем деньги. Никакая ГГшка не хотела, еще торговый путь великого писателя, профессиональной площади, великого пророка. Так, до пророка-то у нас сколько? 4 хода. И даже будет быстрее, потому что еще святилище мы построим. Так. Стоит еще выкупить клетку, чтобы гавань... Наверное, стоит. Вот сюда, чтобы было соседство с крабом. Тут, конечно, не так себе гавань будет, но... Но просто надо. Мы же не будем тут коммерческий район строить. У меня все города как-то во внутреннее море. В Охотское причем. И на Охотское море оно из пустыни смешно. Слушайте, а может, ему просто можно меньше железа предложить? 8,4 он, да? Как насчет 5 штук железа? 7,1. Да нет. Как-то... Ну, как-то несерьезно. И это несерьезно. Так, я понял. Надо обрабатывать редкие ресурсы, их продавать. Вот за них так прилично денег просят. Вот, если он наплодил тут этих... А мне город, кстати, не захватят случайно. Ну, 25 силы вроде не должны. Он же только с одной клетки может. Хотя... Хотя берема... Смотрите, ну в береме там... Там бонусы и с флотоводцем великим. Знаете, наверное, с амбара я начну, пожалуй. Тальмотенкиллот, Росаренгасен. Нужный путь, сходишь с пути прогресса, ты о чем? Так, кстати, корпорации и предприятия на вине мы можем точно поставить и предприятия на чая. Такие вот предприятия на чай мы, собственно, вот этим рабочим и пойдем ставить. А вино... Ну, чай дает науку плюс 25% к науке. А вот вино, по-моему, культуру. Тут уже неплохо. Но мы в Токио. Где нам... Где нам театралочку ставить, тоже пока непонятно. Блин, в Токио еще Мачу-Пипчу бы построить. Вот, кстати, Мачу-Пипчу и потом рядом... И рядом тут бенчу театралку было бы... зашибись. Так, тут ставим соседство кампусов. Блин, может, поселенцев убрать? Я их чисто покупаю. Просто на строителей поставят. Строители тут... Давайте так, наверное, сделаю. Следующие 485. Так, теперь Лян. Лян, я бы в Сидзоку, кстати. Я надеюсь, в Сидзоке на Геликарнас. То есть, здесь, видимо, мы вот сюда... Поиск. Ну, смотрите, вам нужна разве мини-карта вот сейчас? Ну, что вы тут? А зато я какой, смотрите, сижу. Ну, ну, серьезно? Кто там пишет, что мини-карта не нужна? Я не знаю, я еще не выкладывал видео, но я уверен, что кто-то пишет. Вот люди. Я им самое красивое показываю, себя. А они вот такое. Так, Белик. Он, что там требует? По-моему, просто гавань. Так, где-то он тут недалеко должен быть. Соседство с гаванью. Да, просто гавань. Вполне выполнимо. немножко неудачно. Ой-ой-ой-ой. Я, походу, минус. Минус лучник сейчас будет. Так, а можно персию встретить? воля на аютхая. Ну, аютхая это крутое. 10% от стоимости строительства культурку можно получать. Что она хочет? Теологию. Так, а это мы, кстати, выполним. Это мы выполним. Волин торговца великого и дает очки великого генерала. Ну, вообще-то я сомневаюсь, что мы тут будем воевать. Он только при войне с другими цивилизациями или городами-государствами. То есть, с варварами не будет работать. К сожалению. Так, светилище в Токио. Ну что, у нас должен быть... По идее, следующим ходом должен быть. Потому что тут плюс один пишется, но на самом деле плюс два, потому что светилище мы сейчас достроили. Попадано. Не хочу. Давайте даже строителя, чтобы тут еще обработать. Ну, предприятие поставить. Так, потихоньку в ученичество, пожалуй. эти три рудника. Мы только один построили. Второй. надо еще один рудник всего лишь. Ну, пожалуйста, не убивайте. Атаку, атаку и скаута. фуфуф. Фуфуф. Чуть-чуть. Так, тут, пожалуй, ничего не меняю. Мне тут нравится. этого мы убиваем мечника. Тут ставим. эти можем теперь еще раз вино можем продавать. Так, сначала сюда чай, а сюда вино. отойдут, по идее, не должны убивать. Тут апнемся. Я все продал уже. И, я же говорил, следующим ходом будет пророк. Зашибиська. Так, ну, Япония у нас верит в синтаизм. Где он? Вот он. Блин, а что там взяли? Я что-то не посмотрел. А, блин, я же первый беру. Блин, что там взяли? Прикол. Так, накорми мир это, конечно, прикольно, но мне надо тогда священные места вообще в каждом городе строить. храмы и святилищ. все равно надо накорми мир. Блин. Реликвии утраивают. Нет, надо накорми мир. Ну, и здесь, наверное, гурдвару тоже. Или ступу, к счастью. Давайте, наверное, блин, ну, мы можем покупать в народе. Нет, гурдвару. Мы сможем покупать у народа счастье. Кстати, ни у кого там еще не появилось. Нет, не появилось. Так, а сколько до конца эпохи, пока еще даже не рядом. Хотя, уже может начать отсчет 10-22, но и у нас не хватает золотого века 12 очков. заработали. феси. Ой, спасибо. Тихнула я торговый путь писателя правительственной площади. Блин, хочется заседеренить фес, купить в Токио. Ну, во всяком случае, я сейчас, наверное, точно куплю в Токио миссионеров, потому что фес дает науку за обращение городов. Первый раз обращаю религию, получаете 20 наук из-за каждого жителя города. Признадар этой скорости, то есть мы будем 13 получать. То есть я обращаю, например, Синдай и получаю 65 науки одномоментно. Это два хода вообще моей нынешней науки даже больше. А чтобы мне перекупить, мне буквально надо двух послов туда отправить. Но я сейчас не буду. Наверное, мне надо так и делать. Миссионеров покупать в Токио. Как он стоит? Соточка. А, мне пока не хватает, кстати. Ну, пусть пока держим послов. Я к этому. Как говорит, тут город ставить или тут. Ну, вот тут, кстати, еще возможно, потому что меха, железо. Так, куда же город-то везти? Можно еще сюда дальше ставить. Но хочется как-то более плотно пока. не, ну здесь вот тут предлагать еще не хочу. Здесь нам где-то вот здесь еще надо будет поставить, да? На один из этих апельсинов. Может, здесь один город ставить? я всегда хочется поплотнее. А, наверное, сюда поведу. Слушайте, сюда быстрее доходят. 5 годов, сюда 6, хотя выглядит, что сюда. А, тогда сюда поведу. можно уходить уже отсюда скаутом. Приведу туда лучника. Буду стоять в Сидзоке, просто обстреливать эти. А, подождите, а хотя с другой стороны. Блин, а как я тогда захвачу этот лагерь? А, мне пофигу, он сегодня может вырасти в другой город. Ладно. Неважно. Пострелять отсюда. Постреляем. Блин, они в Саймпе сейчас тут лагерь лучника. Не убьет ли мне моего лучника? Блин, наверное, зря я тогда пострелял. Как раз теологию ускорили. Так, месяцинку не меняем. Здесь идем в теологию. Посетство священного места. Наверное, не буду вставить. Кампус мне нравится. Тут 8, тут 6. Вообще, зашибись. Видите, не отстаю пока по науке. Смотрим вот на этого лучника. Серьезный мужчинка такой серьезный. На Диршах. Обменяться столицей. Почему? Так, вот теперь можно, кстати, мини-карту и посмотреть, почему он воюет. А, этого пофигу. Еще одно мегаизвержение. Спасибо. Еще плюс одна еда. Так, слушайте, надо эту клетку выкупить еще. Ты прям 100%. Просто огонь, конечно. Так. Ага, Машхат. вот почему они воедут. Сколько у кого городов давайте из встреченных? Значит, у меня 6, у Америки 5, у Кореи 3 всего лишь, у Конга 5, у Персии 6. Так, пока, пока норма. По очкам даже я лидирую. Так, ну, слушайте, мне кажется, что на этой замечательной ноте как раз можно и закончить серию. Религия основана, Перс встречен, вообще нас... Так, давайте я еще гляну, кого-нибудь еще они встретят. То есть, нас на континенте по идее должно быть 6, но может быть и 5. У меня такое ощущение, что я как раз всех своих соседей по континенту встретил. Ого, как они воюют между собой, слушайте. Я думаю, что всех на континенте я встретил, уже остальные на другом каком-то должны быть. Смотрите, Корея воюет с Конго и Персией. Американец воюет с Персией. Конго воюет с Кореей. Ну и Перс воюет с Америкой и Кореей. Мне интересно, где Америка еще. Похоже, тут где-то должна быть тогда. Хотя, тут за горами кто-то должен быть, тоже надо как-то туда все-таки прорваться. Надо, наверное, с Конго открытые границы брать. Но это уже в следующей серии. Не забудьте поставить, пожалуйста, лайк, оставить комментарий. Но если сильно понравилось, то поддержать финансово. Все реквизиты в описании и в прикрепленном комментарии. Спонсоры канала могут продолжение посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него тоже там же. А для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живи Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.